Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие текаретки! Сегодня с вами снова я, Тебя Геннадия. И сегодня мы продолжаем серию наших новогодних видео по созданию новогодних писем. И сегодня я хочу сделать не флипбуки, как в прошлый раз, а фолдер, потому что я очень давно не делала фолдеры. И мне кажется, в Новый год более приятно получать фолдеры, потому что там всё так красиво уложено, и когда флипбук — это просто такая книжечка с письмом и приятными вложениями, а фолдер — это именно такая папочка с вложениями. Я подготовила вот такой вот отрез скраб-бумаги с такими вот олениками разными, золотыми и чёрными. Это будет у нас внутренняя сторона, а вот это будет у нас обложкой. Тоже такая красивая, правда? Новогодняя. Размер я подбирала не случайно. У меня есть конвертик и открытка, которые должны уместиться на одну из сторон, и поэтому я под размер подкладывала и чертила и вырезала вот такой вот листочек. Вот об этом конвертике и об этой открытке идёт речь. Я сделала вот такой вот конвертик, тоже по схеме, и хочу вложить в него вот эту открытку, потому что прям идеально по размеру подходит, как вы можете заметить. Сначала я думала сделать вот так вот конверт, и в этот конверт сделать вложение и письмо, а открытку просто снизу подложить, чтобы она как-то вот так вот торчала немножечко, но потом подумала, что лучше всего будет, если открытка будет хранить в конверте, и сюда же можно будет положить письмо. Так что вот так вот я клала конверт, расположила его здесь, и вот от этого места сделала середину. Сейчас я положу на доску для беговки и пробегаю серединку, чтобы киншечка наша аккуратно сложилась и не поломался вот этот вот у нас корешок. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Жалко только, конечно, у меня вот эти конвертики не жёлтенькие, тогда бы всё сочеталось Но, по крайней мере, так хотя бы будет понятно, что здесь у нас подарочки А здесь у нас лежит открыточка и письма Я не стала этот конверт полностью заклеивать, решила здесь оставить секретик В кармашке такой, в котором можно положить что-нибудь ещё приятное А здесь у меня лежит немецкий фруктовый чай, который я закрепила сургучом Который у меня с трудом уже горит Он стал прям как жвачка, тянется весь Этот конвертик я ещё не закрепляла, но тоже хочу потом сургучу его закрепить Сюда просто хочу сложить приятности для собеседника И вот так вот решила украсить конвертик тоже Типа тут подарочки, а тут у нас просто вот чаёк Здесь вот так вот ещё раз покажу вам конверт С Новым Годом, вроде бы написано Сзади я ничего делать не хочу, хочу оставить так Хотя можно было бы ещё дополнительно конвертик или кармашек сделать Но я думаю, это уже слишком перебор Вот так вот выглядит у нас лесовая сторона Мне кажется, что вот здесь вот пустовато Может быть со временем я что-нибудь ещё сюда прикреплю Либо какие-нибудь полубусины Либо может быть что-то ещё, может какую-то ещё маленькую карточку Ну, либо оставлю так Решила вот такую надпись сюда прикрепить Использовать две ленты Решила их не поджигать Оставила вот так вот немножко неряшливо Чтобы как-то так более уютно смотрится И, наверное, всё-таки газетная бумага здесь на обложке лишняя Может быть из-за неё так ещё кажется, что пустовато А может быть и нет Ну, посмотрим В принципе, мне нравится, как получилось Очень так Уютно И такой вот толстенький у нас получился фолдер Вот Так что Вот такие вот дела Да, я, кстати, придумала, что вот став кармашек В секретик Можно положить тэжик с вопросами Или просто с трек-листом новогодним Так что вот такой вот у нас новогодний фолдер получился Надеюсь, что вам понравилось вместе со мной его делать И я поздравляю всех с наступающим Новым Годом и Рождеством Всех любви, слава, обнимаю До новых встреч Радости и дружинка письмами Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok